Приветствую вас. Если говорить о тревожности, то она определенно является следствием того, что обстоятельства вокруг вас поменялись, изменились, стали другими, вы сами остались тем же и как бы в результате у вас появляется чувство тревожности. Понимаете, когда вы были поменьше, то есть вот вам было не 18, а меньше, и вы дрались, участвовали в драках, решали конфликты, они были относительно простыми. То есть конфликты на достаточно простой, я имею ввиду простой с точки зрения познавательной стороны. Простые конфликты на простые темы и за простых проблем, которые в принципе можно было этими драками решить. Хотя не стоит забывать, что насилие порождает насилие. Но со временем, с возрастом, появляются такие проблемы, которые драками не решишь, которые вот так просто кулаками, грубой силой решить нельзя. Да, вы можете подавить человека другого. Да, вы можете показать ему свое физическое превосходство. Но это не решит проблемы, которые есть. Это не разрешит конфликты, которые есть. И для того, чтобы такие вот взрослые проблемы вам решать, нужно и менять свой подход к решению их. Какой это подход? Это подход уже интеллектуальный, в большей степени интеллектуальный. Потому что проблемы будут как бы с вами все время, постоянно. И если раньше для вас было просто есть проблема, используй кулаки, проблем нет, то теперь используй кулаки, не используй кулаки, все равно проблемы остаются. И вы, не зная других способов решения своих проблем, кроме как с помощью физической силы, по сути дела и пребываете в состоянии повышенной готовности. Потому что ваше сознание понимает и оценивает ситуации, которые с вами происходят, как невозможные для разрешения через грубую силу, а ваше сознание еще по инерции, по привычке пытается решить все через, опять-таки, привычные модели поведения. То есть нужно расширять, расширять свои средства решения проблем. Далее, если вас что-то задевает. Вот вы это, вот вы сказали, да, значит, в Готнодар была такая тема, что что-то скажет какую-нибудь шутку, например, я вижу в этом плохое. Вот понимаете, то, что вы сами видите плохое в этом, вот вам сказали шутку, да, и вы углядели в этой шутке оскорбление для себя. Так это, как это не, не знаю, может быть для вас это будет неприятно, но только в том, что вот тот факт, что вы для себя увидели в этой шутке что-то плохое, говорит о том, что вы сами в себе немножечко не уверены. И из-за этого у вас и возникает такая вот ситуация. Ситуация, при которой вы, по сути дела, показываете себя, проявляете себя в той позиции, в позиции слабого, в позиции достаточно неуверенного в себе человека. К сожалению, именно эта реакция и определяет то, как вы ведете себя в ответ на шутки, на какие-то высказывания и так далее. Давайте подумаем, а почему же вы так сильно боитесь быть слабым? Почему же вы так сильно не уверены в себе, что во всем всегда видите оскорбление, во всем видите какую-то угрозу? Не потому ли, что подсознательно понимаете, если вы совершили над кем-то насилие, то это насилие осталось негативным царядом, который к вам может вернуться. Не потому ли, что в глубине души подсознательно вы это понимаете? И если так, то вам нужно менять свой подход. Использовать силу только тогда, когда она необходима для того, чтобы защитить себя, своих близких. Но не драться, не наказывать. Потому что, как вы пишете, вы наказали кого-то. Так вот, наказывать человек права не имеет. Есть только такое право у судьи, ну и у божественной силы, если есть религия. И все. Понимаете, вы не вершитель человеческих судеб, чтобы наказывать. И вы уже не ребенок, чтобы пускать бездумно вход, кулаки и опять-таки грубую силу. То есть нужно менять свой подход. Подход к решению проблем. И в большей степени, когда вас что-то задевает, обращать внимание не на человека, который вас задел, а на себя. Почему это задело вас? Приведу вам пример в конце сцены. Ну, как бы, в качестве заключения. Значит, если я вам скажу, что вы дурак, вы, наверное, ну, следуя вашей логике, наверное, вы меня побьете. Потому что вас задело. Потому что вы обиделись, оскорбились. Давайте подумаем, а какие условия вам нужны для того, чтобы вот мое определение вас, как дурака, вас бы вообще никак не дотронуться, не задело. И вот в эти условия вам и нужно стремиться. И это не означает, что вы должны закрывать силой рты всем, кто говорит про вас плохое. Это говорит о том, что вам нужно понимать, почему люди говорят о вас плохо, что и медвизи, когда они говорят. И соотнесение этого с тем, что вы думаете о себе. И если вы сами в себе уверены, если вы сами знаете, что вы не тот, каким вас называют люди, то изодевать их слова, их оскорбления вас не будут. И именно это, не обращение внимания на то, что говорят, является проявлением истинной силы, а не грубая физическая сила и грубое подавление тех, кто вам неприятен. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Поехали! ВОДУЖУЖЕ ВОДУЖУКО ГРУБЯ Продолжение следует...